приветствую всех на моем канале подписывайтесь кто еще не подписан нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео вернула я свои орхидеи уже на подоконник напоминаю весной я их убирала потому что начались солнечные ожоги вот на одной орхидейке листики вот видите они до сих пор вот такие сухие тут ничего делать не надо это были солнечные ожоги покажу если интересно как вот это обрезать убрать никак на лист это больше не влияет ну и так как окошко мне западное весной летом здесь орхидеи горят поэтому всегда с окошка с этого подоконника орхидеи на лето убираю но сейчас у нас сегодня какой 28 сентября я их уже вернула на подоконник в прошлом видео я показывал как готовлю орхидеи к цветению что проливаю их препаратами калия с повышенным содержанием калия который необходим для того чтобы заложить цветочную стрелку чтобы бутонов было как можно больше чтобы орхидеи цвели дольше но кроме полива калием конечно это комплекс мер для цветения орхидеи это и правильный уход за орхидеями после того как они отцвели стадия покоя полив удобрениями есть отдельное видео он показывала в конце весны где-то в начале лета как убираю орхидейки которые уже цвели и какой за ними был уход летом для того чтобы их подготовить к новому цветению ссылочку на то видео оставлю в описании под этим видео и конечно же для цветения кроме калия нужна и температура и влажность и обязательно свет свет для орхидеи обязательно учитывая что сейчас дни уже короче поэтому обязательно нужна досветка сейчас еще на окошке в принципе свет можно не включать учитывая что всем утра у нас светло и всем вечера еще ну сумерки но светло поэтому орхидеи 12 часов лет и здесь получают но дни очень темные солнышко сейчас мало поэтому где-то вечером я уже досветку на окошке включаю то же время на полке у меня досветка работает например там темно и утром вечером и даже днем очень часто такая досветка вот сверху она помогает тому что орхидеи еще растут видите у меня все ровненько вверх вот мне писали недавно в комментариях что делать если орхидеи растут на одну сторону но это понятное дело бывает когда орхидеи тянутся к солнышку и вот благодаря подсветке которая вот ровно стоит над орхидеями орхидеи они растут правильно и кроме того свет он дает правильное развитие и корням и листьям и цветению правильно вот это искусственное освещение для орхидеи влияет также как и дневной свет и дает возможность для фотосинтеза потому что ультрафиолетовые лучи являются незаменимыми участниками этого процесса и вот когда сейчас естественно света недостаточно мы используем досветку что касается вот конкретно вот этой моей лампы я ее показывал уже не один раз и по ней всегда очень очень много вопросов покупала я ее сразу рассказываю потому что всегда спрашивают где вы ее купили покупала я ее на вал борис я остановилась на светодиодной лампе вот здесь у меня видите таких две лампы идут на это окно этого достаточно я сразу думала мне две понадобится нет одной лампы вот на два таких деления мне достаточно лампы это уже год как проверено поэтому могу точно за эту лампу говорит что она действительно работающая она хорошая для орхидеи на полке у меня точно такая же лампа потому что она мне нравится другой я не хочу чем особенность почему я выбрал эту лампу свет этой лампы не раздражать смотрите здесь пульт можно настраивать на 369 часов потом она автоматически сама включается можно включить только одну можно включить одновременно две вот эти лампы так что там не включается 6 секунду смотрите вот и видите здесь свет о не фиолетовый он не синий он нежно розовый вот этот свет не раздражает глаза и много раз говорила что я не люблю фиолетовый цвет потому что он раздражает глаза у меня орхидеи находится в жилой комнате мне нужен мягкий такой розовый свет уже многие писали архаманы и по себе точно скажу эта лампа работающие можно брать вот такой нежный молочный свет не обязательно брать вот эти фиолетовые лампы где свет он очень просто раздражает глаза ну конечно если находится в отдельном помещении то скорее всего можно и взять лампу с фиолетовым светом есть такие же лампы я видела на 3 вот этих деления наверное тоже можно их применять но говорю мне достаточно поэтому я больше покупать уже эти лампы не буду еще почему мне это нравится лампа смотрите она на такой прищепке очень легко снимается если надо переносится убирается с окна и также легко она крепится я ее закрепила сверху можно на низ подоконника крепить если вам так удобнее есть орхидеям будет недостаточно света то во первых это сказывается на цветение орхидеи не дают цветочные стрелки либо цветут очень так скудно одним двумя тремя цветочками и это цветение она не продолжительны кроме того листья начинает вот последующие листья расти меньше вот видите вот у меня здесь такой листика следующий растет еще длиннее листик если света не хватает то новые листья будут расти такими короткими в то же время и пересвет тоже вреден листья они будут такой иметь тогда красноватый оттенок если будет очень много свет видят я лампу включила и сразу вот на листиках она отражает вопрос сколько насколько включать досветку вообще орхидеям от 10 до 14 часов необходим свет я ориентируюсь где-то на 12 13 часов обычно у меня орхидеи получают свет вот например сейчас до 7 утра до 7 8 если включая досветку вечером то есть это где-то 13 часов зимой у меня было так в 9 часов у нас светает и где-то с 9 до 10 вечера они получали свет то есть я вечером включала досветку но опять же это на окошке на полке там горю досветка в зимнее время так вообще может у меня работать и целый день то есть с утра и днем я ее даже не выключаю и вечером потому что там света мало то есть надо все-таки ориентироваться на то сколько орхидеи при этом получает естественного света и уже досветкой просто это время количество этого времени увеличивать это до 12 часов ну 13 этого достаточно больше особо и не надо пересвет как я рассказывала той же имеет свои минусы и не нужен вот этот свет он позволяет орхидеям полноценно развиваться то что касается расстояния от листьев до лампы рекомендуется где-то 30 50 сантиметров у меня примерно 30 сантиметров этого достаточно прикрыла окошко для того чтобы показать какой-то мягкий свет это жилая комната иногда мы сюда заходим даже другой свет не включаем здесь такой слабый свет как от бра такое розовое достаточно романтическое свечение идет мне очень нравится вечернее время как это выглядит и опять же главное что не раздражает глаза это что есть результат результаты вам показывал в прошлом году как цвели мои орхидеи на этом окошке когда применяла вот эту лампу в том числе калий и вот все условия которые вам рассказывал соблюдала ссылочку на те видео также оставлю в описании под этим видео чтобы можно было посмотреть все сейчас уже конечно я лампу буду выключать потому что никакой необходимости днем когда есть вот замечательный дневной свет орхидеи стоят на подоконнике досвечивать их нет у нас то уже включили отопление сегодня первый день подоконники скоро по греются будут теплыми но зимой когда мороз и ветрено все равно подоконники продуваются и они становятся такими достаточно холодными поэтому в этом году я еще заказала для своих орхидей вот на подоконнике термо коврик тоже жду когда он придет покажу вам его сниму на него обзорчик ну отзывы и читала очень хорошие и рекомендации есть по применению термо ковриков у кого холодные подоконники у кого орхидеи вот ну хотя говорит тут батарея и есть но все равно зимой подоконник вот этот холодный он продувается смотрите сейчас у меня на подоконнике 21 градус ну потому что вот нарушение идет где-то в 2 градуса уже смотрела и влажность 53 процента если посмотреть мои зимние видео вы видите что влажность только 30 процентов потому что в топительный сезон воздух будет более сухой ну поэтому термо коврик я еще тепленький если положу но я планирую его использовать именно когда подоконники будут очень холодные на постоянной основе особенно вот сейчас осень я его еще использовать не буду но я его учитывая что заказывала и еще доставка там два месяца может быть как раз как пока он придет будет очень холодный мне придется его и сразу применить этот термо коврик тем кому было полезно и это видео кому понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить очередное видео пока пока